Генпрокуратура завершила расследование дела об убийстве российского политика Дениса Вороненкова. Материалы передаются в суд. Следователи утверждают, что установили и заказчика, и мотивы, а также раскрыли всю цепочку сложного заказного преступления. Кто и с какой целью убил бывшего депутата Госдумы, расскажет Александр Васильченко. Это кадры последних минут жизни российского депутата Дениса Вороненкова. 23 марта, примерно 11.30. Возле гостиницы премьер-палас. Киллер догоняет политика. Обращается к нему по имени и почти в упор стреляет в голову. Далее обезвреживает охранника и несколькими выстрелами добивает жертву. Но убежать нападавшему не удается. Раненый бодигард стреляет киллеру сначала в ногу, несколько пуль попадают в голову. Расследовали убийства Генпрокуратура, СБУ и Главное управление разведки. За полгода допросили более 350 свидетелей. Проработали видео сотен камер наблюдения. Выявили всех фигурантов, отчитались с ГПУ. Вышли даже на заказчика. Им оказался российский криминальный авторитет, бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. Группа организаторов, до которой входят Василенко, пустив организаторов войск. И группа выполняется, до которой входят Левенец, Тавшов и Тарасов. Отримавши задание Виктюрина, Василенко пребывает на территории Украины. Завучая своего дельского товарища Вася, они приезжают в Министерство и начинают подшукувать выполняющих участников АТО. Организаторы долгое время следили за передвижением Вороненкова по Киеву. Арендовали две машины и три квартиры. Одну в том же доме, где жил политик. По версии следствия, здесь планировали убийство при помощи снайпера. Однако в итоге решили действовать иначе. Сейчас мы видим, как уходит пан Вороненков, седая в авто. Сейчас лось, сповещая по радиостанции, Тарасенко прошел, протечил объекцию машины и выбегается, чтобы они начали ехать за ним. Несколько камер фиксируют, как киллер с сообщником на подставном авто следует за машиной Вороненкова. А уже возле отеля нападающий настигает свою жертву. Через несколько месяцев после убийства политика следователям удается выйти на двух участников преступления. Их задержали. По словам генпрокурора Юрия Луценко, без спецслужб России здесь не обошлось. Подозрения уже объявили и Тюрину. Он мог давать показы и для международных судов о участии Российской Федерации в непроголошенных військовых действиях и военных злочинах против Украины. Также это объявлялось и с личными мотивами пана Тюрина, который, очевидно, таким образом хотел помститься своей поличной цивильной дружине Максакове, а также поднести свой воровскому пониманию авторитет такими делами. Тюрин уже отреагировал на обвинение. Через адвоката сообщил, к убийству Вороненкова никакого отношения не имеет. Считает, это дело рук украинских националистов. В свою очередь Луценко заявил, что ГПУ будет просить об экстрадиции Тюрина, а также не исключает, что его объявят в международный розыск и начнут заочное осуждение. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.